Многие из нас, не отрываясь от экранов телевизора, следили за тем, как эта милая девушка готовит свои кулинарные шедевры. Программы «Едим дома» и «Завтра с Юлией Высоцкой» набрали большую популярность среди домохозяек. Как же, интересно, сложилась жизнь у этой талантливой актрисы и телеведущей. Перепетии первого брака молодой актрисы. Все мы в молодости были, не без грешка. Не исключением стала и Юлия Высоцкая. Актриса не очень любит вспоминать свои былые студенческие годы. Как оказалось, неудивительно, но оба всем по порядку. Чтобы как-то выжить в столице, Юлия решила выйти замуж за Анатолия Кота. Этот актер прославился по сериалам «Молодежка», «Солдаты». Но этот брак был фиктивным, на самом деле, Высоцкая жила совершенно с другим человеком. Игорь Сидоренко, возлюбленный артистки, был неудачником. Актерская карьера у него не получилась, поэтому он часто заливал свое горе крепкими алкогольными напитками. Естественно, на почве этого Высоцкая часто скандалила, но толку не было, поэтому она решила оборвать отношения. После того, как несостоявшийся актер узнал, что Юлия решила официально выйти замуж, он вообще ударился в жуткий запой. Жизнь его оборвалась весьма плачевно. Во время очередной попойки, кто-то кому-то вставил кривое слово, завязалась драка, и Игорь получил смертельный удар камнем по голове. Высоцкой сообщили об этом трагическом происшествии, но она решила не присутствовать на похоронах, ей хватило тех мучительных месяцев, что она прожила бок, а бок с этим пьяницей. Думаю, на ее месте также точно поступил любой из нас. Парадоксально другое, на панихиде присутствовал ее бывший фиктивный муж, Анатолий Кот. Юлия Высоцкая и ее нынешняя семья. Со своим нынешним мужем, Андреем Кончаловским, Высоцкая познакомилась в 1996 году на популярном сочинском фестивале «Кинотавр». Невзирая на 36-летнюю разницу в возрасте, между ними сразу вспыхнула искра и уже через пару дней, будущие молодожены улетели отдыхать в Турцию. Спустя непродолжительное время, по просьбе Андрея, Юлия отучилась в Лондонской академии. После возвращения на родину, они решили пожениться. Семья оказалась на удивление прочной и дружной. В браке родилось двое детей, Мария и Петр. Но счастье длилось недолго. Причина нынешнего семейного кризиса. Пять лет назад, семья Высоцкой попала в очень тяжелую автокатастрофу. Эта трагедия произошла во Франции. Каждый член семьи получил травмы разной степени тяжести, а вот Марии досталось больше всех. Из-за очень серьезных повреждений, дочь впала в кому, из которой не выходит и по сей день. К сожалению, родители не дают комментарии в прессе, как себя сейчас чувствует их дочь. Известно, что Андрей стал постепенно отдаляться от Юлии, так как постоянно винит себя в случившейся трагедии. А что вы думаете о личной жизни Юлии Высоцкой? Сопереживаете ли ее нынешнему горю с дочерью? Давайте поговорим об этом в комментариях под записью. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?